Времена у нас неспокойные, согласитесь, и нам нужно знать, куда бежать в случае чего. И вот думать, что в нашей-то глубинке ничего не случится, нас это не коснется, это, мне кажется, даже самообман. Это Чикмагуш, Республика Башкортостан. Нас сегодня в очередной раз задержала доблестная полиция наша. Да, причина в том, что мы подали запрос по бомбоубежищам и гражданской обороне в администрацию Чикмагушского района. И хотели записать видео около здания администрации о своей подаче. Но замглавы администрации Амирханову Радику Фаритовичу, видимо, это не понравилось. И он вызвал на нас наряд. Как всегда. Почему в очередной раз? Потому что нас задерживала полиция в этом году после подачи воли и заявлений о недействительности выборов во время президентских выборов. Понятно, да, что когда граждане поднимают вопросы, которые, ой, как им не нравятся, то они пытаются замолчать эту тему. Жители Курска, кстати, несколько месяцев назад тоже думали, что их это не коснется, махали рукой, но это коснулось. И кто-то говорит, что для представителей администрации, элиты уже бомбоубежища готовы. Но это на их совесть считаем, да? Но нам, простому народу, нужно знать, где можем укрыться, куда бежать. Вон стоят за охраной, чтобы местные жители не могли подойти и высказать праздник. Ну, естественно, местных жителей не допускают, чтобы они подошли и высказали свое мнение. Для этого и охрана поставлена, чтобы было поудобнее. Вот так вот учитывается мнение в Ленинградской области проживающих. Мы не доверяем. Никто не доверяет. Людям забор построят, чтобы человек из дома своего не мог выйти, а вот и школа. А что вы сможете сделать? Вы хотите, чтобы вы у вас здесь не могли быть? Вы хотите, чтобы вы вообще не могли быть? Да, вот и там по-настоящему. Я не могу, и через месяц усказать человек. Я не могу, и что это от их вакцины. Троих из 120, там, и не звали. Из скольки? Да, я кричу, потому что никто не хочет слушать. Я сейчас, я кричу, слышу. Могу не подойдешь, пойдемте. Я их боюсь, откровенно боюсь. Но если вы боитесь, это другое дело. Конечно, я их боюсь. С тех пор, как президент начал единолично назначать судей, эта система слетела в такую яму, пробила днище и летит дальше в полнейший беспредел. Оправдательных приговоров 0,0 и какие-то там сотые. У нас что, всю страну в преступники записали? Схватить могут каждого первого, а потом уж найдут за что, по ходу. По-моему, судебная система не прогнила, она сгнила напрочь и смердится этим зловонем. Людей преследуют за правду. Хватают за честно высказанное мнение, даже в виде лайка. Сажают и уничтожают правозащитников. Суды проводят за закрытыми дверями, принимая приговор за 5 минут. Ну, потому что он давно готов. Видимо, выполняются заказы. Судьи перестали слушать адвокатов, они просто им затыкают рот. Судьи сами нарушают все правовые нормы, как говорят адвокаты. Нам зачем такие суды? Такая система. Присуществующая система власти, все законы принимаются против народа. Для нашего уничтожения. Лучше вас ждать просто наивно. Я считаю, у нас нужно передать в руки честных народных представителей. Товарищи, просыпайтесь. Люди верят только тем, кто абсолютно уверен в своей правоте, кто идет к своей цели, как белый броненосец демократии. Неотвратимо и без тени сомнения. А провокаторам, которые постоянно и глупым спрашивают, сколько платят, уверяю вас, и поверьте мне на слово, мы убийцы воров ненавидим совершенно бесплатно. Становка сейчас на фронте гораздо хуже, чем в 2022 году. Просто вы, дорогие гражданские, этого не знаете. Большая вероятность, что уже этой осенью будет предпринято крупное наступление противника. Наступление будет заметно больше, чем под Изюмом, гораздо большими силами. И, скорее всего, сильно превзойдет то, что было под Курском совсем недавно. Не исключено, что противник займет даже крупные города, в том числе под угрозой, находящейся к нему на юге Курск и Белгород. Я настоятельно рекомендую прежде всего сложить документы, деньги, все самое необходимое в одну-две большие сумки, которые вы 100% засунете в машину без проблем одним рывком. Второе. Полный бак и машина в полном состоянии хорошем. И третье. Ушки на макушке, с началом наступления противника на вашем участке, не ждать, что все образуется, не быть уверенным, что все закончится благополучно. Лучше сдернуть и подать. А дом вообще какого года это? Дом 60, по-моему, 2-го или 3-го года. О, уже совсем старенький. Вот бабушка на заваливку сама утепляет, все за ней следит. Никто техников никого не подпускает. Смотрите, видите, все сама вот бабушка утепляет. А вот в санитарную точку вы сюда ходите, да? Ну, да. Дом не этот, без ничего. Вот и ходят сюда, ребята, вот. Я благоустроила, у меня унитаз, у меня душевая. Есть, да? А люди вот сюда, вот, видите, запах тут стоит. И вот тут же вот дети Азии будут, вот смотрите, вот. Дети будут вот с этих балконов смотреть. Вот. Может, туда и на экскурсию, пусть они посмотрят, как здесь. Вот здесь вот мухи здесь, вот смотрите. Это все вот творится вот в 24-м, 21-м веке все творится. Дети здесь играют у вас, да? Да. Вот детская площадка называется это. Прокурор Данилов приезжал, депутаты здесь. И вот, смотрите, вот детская площадка вот здесь. На фоне помойки. На фоне, прямо возле помойки играет. 62-го года дом. Так что мы это дело не оставим. Сейчас будем освещать. Ждите еще журналистов. Обязательно приедут к вам. Да, и вот, вот смотрите, что тут творится-то, а? И люди платят же за это все, безобразие. Сегодня в новостях мы все чаще слышим о применении ядерного оружия. И да, некоторые уже даже соглашаются, что да, надо ударить по Европе. Но ведь ответочка прилетит. Да, они оглашают свои планы. Но наше дело не соглашаться на эти жуткие планы. Сейчас вот у нас прекрасная погода. Солнце. Дети гуляют. Люди радуются солнышку. Теплой погоде. И вдруг этого ничего не станет. Вы этого хотите. А я вот хочу жить, любить и созидать. Я заявляю свою волю. Нет ядерному взрыву. Нет ядерной войне. И главное сегодня быть активными и сказать твердое «нет», а не превратиться завтра в пепел. Самое главное правило для элиты, убивающей мир, они должны оповещать о своих планах свои жертвы, то есть человечество. А этому сейчас отовсюду слышны безумные заявления о развязывании ядерной войны. Но наше молчание – это знак согласия. А мы не понимаем и не верим предупреждениям. Я хочу, чтобы на этой земле мирно жили дети. Я простая многодетная мама. Я хочу, чтобы наши дети жили в свободной стране, чтобы были здоровыми и счастливыми. Я против ядерных ударов. Я против использования ядерного оружия. Нет ядерной войны. Все чаще самых высоких требований мы слышим заявление о возможности использования ядерного оружия. У человечества уже был такой печальный опыт. И разве этим можно гордиться? Если это на самом деле произойдет, это прямое доказательство того, что люди идут по пути абсолютной деградации моральной, нравственной, физической. Потому что разрушить то, что мы не создавали, нашу прекрасную планету, природу. Ведь ответный удар однозначно последует. Какая бы страна ни использовала ядерное оружие первой. Я считаю, что любой конфликт против противостояния заканчивается мирными переговорами. Так почему же не задумается и не направится усилия, чтобы решить вопрос мирным способом? Я категорически против использования ядерного оружия. Сейчас очень много разговоров о ядерном оружии. Но люди живут в быту и даже не понимают, чем грозит на самом деле ядерная катастрофа для нашей планеты. Я против применения ядерного оружия. 26 сентября, Всемирный день об отказе от применения ядерного оружия. Но все чаще по телевидению мы слышим и видим разговоры на эту тему. Но этого я никак не запустил. Ведь под угрозой вся наша планета, весь мир. И выражая свою волю, я против применения ядерного оружия. Да, все чаще и чаще мы слышим про, так сказать, использование ядерного оружия. Но каждый человек должен задуматься, а что же это такое? Я неоднократно читала различные исследования, слушала ученых. И поняла, что при использовании ядерного оружия не будет ни победителей, не будет ни проигравших. Будет только разрушение. Неужели мы с вами хотим этого? Я считаю, что мы как народ должны сейчас выразить свое мнение. Вот мой тапок. Тоже чуть-чуть натонула там. Прекрасная облепиха. Вот эта штука. И вот поворот, который... Вот в конце туда-туда. Мам, смотри, двой! Прекрасная облепиха. Продолжение следует...